Я умер. Я умер. Я умер. Я умер. Будут тупо кидаться в бой. Это никак не предотвратить. Ну, тем хуже для них. Ой, я забыл полечить Дакона. И он опять сдох. Моя ошибка. Извини, Дакон, еще раз. Вставай. Так будет получше. Опять целая толпа противников. Очень слабых. На них, в принципе, не имеет смысла тратить заклинания. Опять же, соберем все вещечки быстро. Нам деньги нужны, как обычно. Тратим мы много. И вот, собственно, то место, которое мы искали. Здесь черепокрыс намного больше, чем в прошлый раз, и теперь они представляют серьезную опасность. Когда этих тварей собирается большое количество. Они могут использовать заклинания. Причем достаточно сильные. Такие, которые могут вынести вашу партию, ну, на раз-два. Но, как обычно, нам поможет заклинание ужас. Оно прекрасно нейтрализует все их способности. И пока не боятся, нужно их как можно быстрее перебить. Дакон, ну, крыса же тебя не должна убивать. Ну, что ж такое. 300 монет, серебряная оправа, колючая дубина, чары крови и свиток. При использовании этот предмет причиняет атакующему те же самые страдания, которые тот попытается причинить владельцу этой оправы. И это нужно держать в слоте для быстрых предметов. Прям сюда. Ну, дубина нам по факту не нужна. Может ее подадим где-то. Подлечились. Даже не знаю, стоит ли собирать все хвосты. Стоят они копейки. Думаю, что бог с ними. О, дружок. Стоят. 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 Все, я не очень помню Нет, мы пришли куда нужно Когда ты вошел в комнату Огромный, крепко сложенный человек Встает со своего кресла И двигается в твоем направлении Здорово Меня зовут Пиш А ты кем будешь? Меня зовут Аден Что? Биш уставился на тебя своими пустыми глазами Затем резко покачал головой Я никогда тебя раньше не видел И Фарад не говорил мне ничего Ни о каком Адене, который должен был прийти Ты замечаешь, как Биш медленно тянет руки за оружием Ты лучше объясни мне, что ты здесь делаешь, Пень Возможно, Фарад тебе не все рассказывает, дружище Биш фыркает на тебя Но скажи ему, чтобы он подумал еще раз Если он ожидает от меня и моих людей вахты Над этой паршивой сточной дырой Он вкладывает оружие в ножны И делает движение к люку в полу Разговор с тобой окончен И слава богу Еще одно бессмысленное сражение я бы не вынес Мы в похороненной деревне Здесь обитает Фарад Но все же мы прямо сразу к нему не пойдем Мы подойдем сначала вот к этому дому Пообщаемся с человеком внутри Вы видите глуповатого вида женщину Одетую в тяжелое платье из мешковины Она бродит по комнате Ее суставы трещат Когда она перегибается Чтобы взять предметы с разных столов Ее волосы собраны сзади Заколка из кости Выражение лица у нее кислое Она нараспев бубнит что-то себе под нос Эй, привет Женщина, похоже, тебя не слышит Вместо этого она пялится на одной из тел Которые лежат на столах Ну давай, не упрямься Марта любит тебя Не так ли, Марта? Посмотрим Ты наблюдаешь, как она выковыривает зубы у трупов Пользуясь только своими пальцами и ногтями Если это у нее не выходит То она берет небольшое долото И маленький деревянный молоток И вышибает их с омерзительным хрустом После того, как она достает зубы Она складывает их в маленькую сумочку Что ты делаешь? Марта отскакивает от трупа Издавая протяжный виск После этого, отдышавшись Она шипит на тело на столе Если ты не мертвый То мог бы сказать про это и пораньше Мерзкий труп Неужели у тебя нет никакого стыда? Замогильный голос У тебя нет никакого стыда Вышибать мои зубы У тебя что? Нет уважения к мертвым? Ха! Марта упирает руки в боки И возмущенно заявляет Как будто тебя волнуют твои зубы Ты же посмотри на них Половина коричневые и гнилые, а? Куда это годится? Она чешет затылки Не так ли, Марта? Именно так Ооо, ты будешь наказана За свои преступления Марта, я буду охотиться за тобой До конца твоих дней А, ты слышишь это, Марта, а? Я слышу это, слышу! С рычанием она бросается на тело с кулаками И начинает его избивать Да, да, хоть сиди бери за мной, да? Вот тебе, вот тебе! Ооо, постой, постой! Я не стану охотиться за тобой Прости меня! Чёртовы трупаки! Марта, ну теперь же они тихие! Да, Марта! Ладно, это я говорил, а не дело Марта косится и поворачивается Эй, как ты смог перенестись сюда так быстро? Она бормочет сама себе Марта, как он это сделал? Нет, Света, нет! Да она слепая и почти глуха, шеф Марта продолжает что-то бормотать Про трупы и про благодарность Вроде всё понятно Но что конкретно? Кто вы? Марта, этот что, спрашивает, кто мы такие? Да, Марта, да, я слышала Никто, кроме меня Я Марта Портниха Марта Портниха Она отворачивается к трупу Что-то напевая про себя Что вы делаете? Марта вздыхает И поворачивается обратно к трупу Я пытаюсь помочь этому полудурку Освободиться от его зубов и волос Он просто не желает сотрудничать Нет! Она грозит трупу пальцем Как маленькому ребёнку О, прям как камень Правда, Марта? Она надувает губы Да, да, уж он мне Зубы, волосы О чём ты говоришь? Сейчас мы вытянем зубки Волосики Марта, без твоей помощи Не обойтись Да уж помогу Куда денусь, старая ты жопка? Не надо так со мной Вытянем зубики Да волосики Да, и штучки внутри Штучки внутри Я думаю, что она имеет в виду органы Я надеюсь, что она имеет в виду органы Штучки! Марта поворачивается к Марте Да, штучки! После этого он поворачивается к тебе Это всё вопросы семантики Марта, а зачем тебе зубы и волосы этих трупов? Откладывай их, Марта Вот чего я делаю Она скребёт голову Аааа, Марта, ну мы Волосики и зубики хорошие За них дадут денежку Мы носим трупики А ты раздевай, они сказали Марте Вынимай зубки, волосики, штучки изнутри Оставляй голенькими А мы продадим их пыльненьким Продавать тело пыльно Марта хмурится А мы не сказали, что сдаём их им, Марта Она хмурится ещё сильнее Потом трясёт головой Ааа, Марта, так и есть Пыльненькие забирают тела Но сначала мы берём, что можно И кто же тебе сказал раздевать тела? Толстомордый свинт, то сквинт Да ещё другой хромой костыль Костыль хромой невнятный фарад Правда, Марта? Она кивает с безумной ухмылкой Ну, так и есть, Марта Ну, хорошо, фарад А где он? Марта пожимает плечами Он чё, спросила, где фарад? Да тут-то он, Марта чё, нет? Она кивает Ааа, фарад тут-то, Марта В одном из тутошних домов Вот Ладно, и что они делают с теми вещами Которые они достают из тел? Продают Продают за плюстечки Ясно Он сказал вопросы, Марта Марта моргает, затем хмурится Ааа, Марта, он так сказал И застыл с вопросительной мордой в натуре Ох, слушай Это, конечно, странное предложение А ты можешь покопаться в моём теле? Вдруг что-нибудь найдёшь? Только безымянному может прийти в голову такая идея Марта косится на тебя Аааа Затем кивает Марта может это сделать Не так ли, Марта? Да Именно, Марта Я не собираюсь смотреть на это Так Где? Марта оглядывает тебя, как будто ища места Где тебя было бы удобнее взломать Ну, давай попробуем желудок Ты лежишь на столе и видишь, что Марта стоит над тобой заржавленным ножом в руках Она широким движением, как будто скашивая траву, вскрывает твой живот И, несмотря на страшную боль, ты всё же пока не теряешь сознание Наблюдая несколько отрешённо за тем, как она исследует твои органы Твоё зрение медленно возвращается к тебе Ты видишь, что над тобой стоит Марта, горестно покачивая головой Нет, нет, ничего мы не нашли Не так ли, Марта? Нет, Марта, не нашли Может попробовать ещё разок? Посмотри в кишках Там буквально всё, что угодно может оказаться Ты лежишь на столе и видишь, что Марта стоит над тобой заржавленным ножом в руках С таким же широким движением Та-та-там И... А-а-а! Страшная волна боли захлёстывает тебя, как только Марта поднимает высшую массу твоих кишок И оттуда брыжет кровь и ещё что-то Смотри, Марта, смотри, ну-ка подрежем там чуть-чуть Марта делает небольшой надрез с одной из сторон И ты слышишь, как что-то металлическое падает на пол Марта бросает твои кишки обратно в полость живота И поднимает что-то маленькое с пола Кольцо Это становится понятно, как только она показывает его тебе Какая штучечка симпатичная, да, Марта? Ему не следовало, не следовало глотать такие вещички Спасибо! Это... Там что-нибудь ещё было? Марта покачала головой Больше ничего, ничего больше, а, Марта Может попробовать в другом месте, Марта? Нет, я всё же думаю, не стоит Хм, слушай, могу я купить у тебя иголку и нитку? Она, похоже, с конфужен Покупать бабки, бабки! Ты здесь для того, чтобы забирать, так? Косточки, ниточки, зубки! Эээ, да, я пришёл для того, чтобы их забрать Ого Вот ты чего пришёл! Она начинает совать тебе всякие вещи Всё есть! Всё есть! Так, посмотрим Что же у нас здесь? Зубы Иголки О, их можно складывать, это хорошо Это кровавленная куча твоих собственных потрохов Тебе не очень нравится видеть её за пределами твоего тела Ну, обратно не засунешь Ну, в общем, в сумме ничего полезного она не дала Ну, это пригодится Да, больше ничего нового здесь нет А, есть ещё же кольцо Это кольцо выглядит как три переплетённых между собой колечка Один взгляд на него вызывает лёгкое умопомрачение Плюс один к защите У нас всё есть Отдадим старине эндокону Всё время дохнет У Марты можно ещё отдохнуть И я думаю, что Рой Нам будет не так полезен, как второй ужас Здесь же, я думаю Всё оставим как есть пока У меня есть вопросы к тебе, Марта Я могу поспать тут Марта кивает Марта дома Марта спит тут Ты можешь спать тут Марте не тяжело Так, Марта Никаких проблем, Марта Хорошо Вот теперь Отдохнув После всех этих замечательных медицинских процедур Можно пойти и встретиться с Фарадом, наконец При твоём приближении Стражник прищуривается Но ничего не говорит Эй, что за той аркой? Фара, ты его суд, здоровяк Следи за собой и следи за своим языком Он в таком же дырном настроении, как всегда Спасибо Хорошо Вот он, этот эпический момент А вот и Фарад Но это история для следующей серии